Сегодня в выпуске. Весна на Широтной улице. Вот только делали, опять порой. Как не остаться без живительной влаги, расскажем во всемирный день воды. Накопи на пенсию. Чем больше заработаешь, тем больше получишь пенсии, наверное. В новой пенсионной арифметике разберемся с гостем студии. Почему баня круглая? Постепенно становится прохладнее, прохладнее, прохладнее. Как строили тюменскую фабрику гигиены. О событиях, явлениях, а главное о людях. Точнее, в ближайшие полчаса в студии Ксения Волкова. Здравствуйте. Во всемирный день воды у работников водоканала полно работы. Накануне несколько дворов на улице Широтной превратились в одну большую лужу. Жильцы в шутку винят во всех бедах соседний магазин с говорящим названием «Водопад». Но причина, конечно, не в нем. А вот в чем разбиралась Айгуль Рахматулина. Раннее утро жителям улицы Широтной из-за прорыва трубопровода выбраться из своих подъездов можно разве что вплавь. К обеду мощный поток холодной воды затопил несколько дворов. Но для местных жителей он не стал неожиданностью. Почти каждый день в нашем 108-м дому, через день, каждый день, вот опять пару фото только делали, опять пару, опять через... Когда они вызовут, делать будут опять. И вот оно, тут что делается, не знаю, целая речка, наверное. Изначально коммунальщики причину искали в трубопроводе. Проблемные и коммуникации под 106-м и 110-м домами, но спустя несколько часов разбирательство оказалось. Утечка произошла в другом месте. Причина – перелом трубы. Специалистам пришлось производить замену нескольких метров водопровода. На самом деле весенний период достаточно сложный для коммунальных служб, поскольку в связи с движением грунтов происходит перелом коммуникаций. И здесь очень важную роль играет все-таки обратная связь от абонентов водоканала. То есть, судя по объему воды, которая успела излиться из данной утечки, утечка, судя по всему, произошла либо ночью, либо вечером. Вода лилась часами до тех пор, пока прохожий не позвонил в информационно-справочную службу водоканала. Коммунальщики заявляют, сильного потопа можно было избежать, если сигнал поступил бы раньше. Но многие жильцы почему-то считают, это их не касается. Если у вас порывы происходят, вы сами лично звоните в коммунальные службы? Нет. Почему? Ну, потому что нечасто. Вот в том доме, в общем-то, у нас происходит, а здесь что произошло? Единый телефонный номер аварийной службы Тюмени 051, но чтобы вам помогли звонить, не надеясь на соседа. Мы думали, давно уже все сделали, тут или перекрыли хотя бы воду. Перекрыли на сутки. К восьми домам был организован подвоз воды. Сейчас она уже вернулась в квартиры. Айгуль Эрхматульна Евгений Проскуряков, Сибинформбюро. Лучшая справочная служба в Тюменском водоканале. Кул-центр компании получил престижную международную премию «Хрустальная гарнитура» за оперативность и качество работы. Специалисты водоканала ежедневно и круглосуточно принимают почти 600 звонков. Ни один из поступающих вопросов не остается без ответа. Диспетчеры стараются помочь абоненту в любой ситуации. Любой тюменец может позвонить на 540-940 и узнать, как работает кул-центр Тюмени водоканала и понять, почему он, собственно, стал лучшим. То есть кул-центр позволяет людям подробно, ясно и четко объяснить, что, собственно, происходит на сетях водоснабжения, как установить приборы учета, принимает заявки от потребителей. И еще есть коммунальная новость. С 1 апреля изменяется размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей квартир по договорам соцнайма и для тех, кто до сих пор не выбрал способ управления многоквартирным домом. В благоустроенном жилье рост ЖКУ составит около 1%, в неблагоустроенном около 4%. Если есть вопросы, звоните на горячую линию, телефоны вы видите на экранах. Ну а чтобы самим влиять на коммунальную плату, специалисты все-таки советуют собственникам самим выбрать способ управления домом. Если собственники сами не выбрали способ управления, или выбрали способ управления, но его не реализовали, там договор управления не заключили, скажем, то тогда орган местного самоуправления проводит конкурс и выбирает этим собственникам управляющую организацию. Помимо их воли приходит организация, с которой они обязаны заключить договор и которая будет их обслуживать. То есть, хотя собственники ее не выбирали. И обслуживать она будет, то есть брать плату за содержание и ремонт общего имущества, то есть плату за жилое помещение, значит, в соответствии с муниципальными расценками. О других событиях коротко в обзоре о новом ректоре и самых умных детях. Прямо сейчас. В областном офтальмологическом диспансере прошла научно-образовательная конференция. 100 миллионов человек по всему миру страдает глоукомой. Не обошло заболевание и тюмень. Последние буквально 5-10 лет глоукома значительно помолодела. Для профилактики глоукомы, именно для профилактики глоукомы, после 35 лет желательно проводить тонометрию в поликлинике по месту жительства, то есть скрининговое обследование на глоукому. В субботу во всех поликлиниках Тюмени и областном диспансере пройдут дни открытых дверей. На бесплатное обследование приглашают работающее население. С собой нужно иметь полис и паспорт. В Тюмени избран новый ректор госуниверситета. Им стал Валерий Фольков. Фактически он уже руководил вузом в должности исполняющего обязанности ректора и предложил тогда новую программу развития университета. В первую очередь это создание мощного кадрового резерва профессоров. Подъем престижа вуза может отразиться на будущих студентах. По многим специальностям и направлениям конкурс будет гораздо выше. В том числе будет гораздо выше в этом году конкурс на платные места на юриспруденцию, экономику, менеджмент, государственное и муниципальное управление. Что касается естественно научного блока и технического, то здесь количество бюджетных мест, судя по всему, будет таким же, как и в прошлом году. В Тюмени выбирают самого умного дошкольника. Интеллектуальный турнир проводится в частных детских садах и развивающих центрах. Малышам 5 и 6 лет надо пройти тестирование. Далее будет второй отборочный тур. А в конце апреля лучших из лучших ждет финал. Конкурс помогает ребенку подготовиться к школе, а родителям понять свое чадо. Они говорят, ой, мы совсем не думали, что ребенок не ориентируется в этой области. Или вот мы после этого турнира поняли, что нам надо вот это подтянуть. Или она у меня все знает, но вот когда начинается какая-то там полустрессовая ситуация, она теряется, все забывает. Мы будем вот это тренировать. Пенсиянам предлагают со следующего года копить на старость по-новому. А много ли людей знают, из чего складывается их будущая пенсия, мы спросили у тюменцев. Пенсия складывается с того, что вы наработали, в смысле, что мы наработаем, и государство платит еще часть. Из заработной платы, наверное. Из капиталов, наверное. Из каких капиталов? Я не знаю. Ну, мы то есть зарабатываем, у нас отчисляют проценты, и это начисляют нашим пенсионерам. В общем, у людей в головах ясности по пенсионной теме нет. Поэтому мы пригласили гостя с заместителя управляющего отделением пенсионного фонда по Тюменской области Ирину Правдухину. Здравствуйте, Ирина Федоровна. Добрый день. Напоминалку. Дайте нам такую. Из каких частей сегодня складывается пенсия? Ну, у людей 67-го года рождения и моложе накопительная часть пенсии есть, и есть страховая часть пенсии. Поэтому вот эти две части пенсии отличаются друг от друга тем, что страховая часть формируется только за счет обязательных взносов, которые уплачивает страхователь. Накопительная часть состоит из обязательных взносов, которые уплачивает страхователь, плюс дополнительные взносы в рамках программы софинансирования. И также может быть переведен туда материнский семейный капитал. Но вот грядут изменения. Россиянам предлагают выбрать тариф накопительной части именно в 2013 году. Вот что это за арифметика, что это за форма? Совершенно верно. Еще раз повторюсь, что у людей 67-го года рождения и моложе, сейчас за них страхователи уплачивают страховые взносы. Мы не будем говорить о солидарном тарифе. Вот 16% отражаются на индивидуальном лицевом счете. И распределяются они следующим образом. 6% идет на накопительную часть и 10% на страховую. И вот в 2014 году вводится новый тариф 2% на накопительную часть. То есть для тех молодых людей, которые только вступят в свою трудовую деятельность в 2014 году, для них выбора нет. У них на накопительную часть будет обязательных только 2%. 2%. 14% на страховую. Для тех же, кто начал формировать накопительную часть раньше, то есть вот для... Они могут выбрать. Они могут выбрать определение. Хорошо. А если я перевела изначально накопительную часть в управляющую компанию, доверила ей, я должна написать какое-то заявление? Вот для того, чтобы этот выбор, который должен сделать, безусловно, каждый, не сопровождался написанием каждым человеком определенного заявления, для этого предлагается следующий алгоритм. Значит, люди условно, да, застрахованные лица, мы их условно поделим на активную по отношению к своей накопительной части, часть населения и пассивную. Молчуны. Молчуны, да, уже принятый такой термин. Молчуны. Значит, вот если человек никогда не писал никаких заявлений, не переходил в государство, не интересовался, не переходил ни в управляющую компанию, не выбирал, не переходил в негосударственный пенсионный фонд, вот так называемый молчун, то, наверное, свое будущее он больше связывает со страховой частью. То есть он больше доверяет государству, больше доверяет индексациям, да. Ему предлагается снизить тариф до 2%, а 4 освободившихся процента перевести на страховую часть. Если он с этим решением согласен, то от него не требуется написание никаких заявлений. Это вот по умолчанию. Другая часть населения... Это будет так, если не будет заявлений? Если не будет заявлений, совершенно верно. И вот молчуны, они у нас находятся в государственной управляющей компании, которая является Внешэкономбанк. Но в этой же государственной управляющей компании, Внешэкономбанк, есть и люди, которые выбрали эту компанию по заявлению. Так же, как другие люди выбрали частные управляющие компании или негосударственный пенсионный фонд. Вот эти люди, мы отнесем их условно к активной части населения, предполагается, что они не зря интересовались, что они формируют свою накопительную часть, что они собираются, связывают с ней какое-то свое будущее, доверяют финансовым институтам. Им предлагается сохранить 6-процентный тариф отчислений на накопительную часть. Если они не согласны и хотят два, у них единственный выход вернуться в государственную управляющую компанию. Ну это тоже нужно заявление, да? Совершенно верно. И вот если резюмировать, то есть 6-процентный тариф сохранится только для тех, кто будет формировать свою накопительную часть, либо в негосударственном пенсионном фонде, либо в частной управляющей компании. Если 2% это у нас либо молчуны, либо люди, которые выбрали государственную управляющую компанию. Перешли из частной государственной. Вот в государственной управляющей компании допустим выбор тарифа. Вы можете в ней находиться, но в заявлении в определенном окошечке поставить галочку 2% или 6%. Или 6%. Хорошо. Вот президент говорил об увеличении срока этого. Не только в 2013 году можно осуществить будет этот выбор. Есть такие поправки или пока еще нет? Да, такая тема как бы звучала, озвучена была, но пока конкретных нормативных документов нет. Но я считаю, что до конца года, ведь это решение, и будет ли это нормативный документ, который или продлит право принять решение, или наоборот появится право изменить решение, пока говорить сложно. Но до конца года еще много времени, и нам стоит просто подумать, определиться, сделать сразу правильный выбор. Спасибо вам большое за информацию. Приходите к нам еще обязательно. До свидания. Удачи вам. Об изменениях в накопительной части пенсии нам рассказала заместитель управляющего областного отделения пенсионного фонда Ирина Правдухина. И еще о социально важном решении. Оно очень простое, но порой некоторым трудно сделать этот шаг и отдать уже ненужные вещи тем, кому они очень нужны. С пакетами в социальную лавку отправилась Людмила Чепурных. Такое количество вещей в социальную лавку привозят редко. Максимум два пакета. Алена Яковлева почти как продавец элитного бутика сразу приступает к раскладке товара. Брюки на верхнюю полку, кофта на нижнюю, а фирменные вещи отдельно. Такие тоже попадаются. Это хоть и напоминает секонд-хенд, но к отбору одежды здесь подходит тщательнее. Не каждая вещь попадает на полку. Ну, вещи в плохом состоянии. Ну, очень плохом. Что уже нельзя. Рваные, грязные, уж шибко. Мы просим людей приносить в хорошем состоянии вещи. Желательно чистые, конечно. Ну, пусть они будут не отглажены. Отпаривать или стиральную машину в социальной лавке поставить негде. Площадь помещения 12 квадратных метров. Но эту небольшую комнатку каждый месяц посещают почти тысячи человек. Есть и постоянные клиенты. Лариса Иванова – одна из тех, про кого здесь говорят, попал в трудную жизненную ситуацию. Она не первый раз приходит за вещами. Сейчас ей многое не по карману. Ну, здесь, по крайней мере, можно найти игрушки для детей, которые, конечно, они очень дорогие в магазине. Детские вот тоже вещи, обувь. Вот так вот идешь и берешь, что-то. Порой находишь для себя что-то. Туфли, как и пуховики с куртками – это штучный товар. Обуви и верхней одежды сейчас особенно не хватает. А всегда в дефиците наряды для самых маленьких. Это и ползунки, это и распашонки. Это и одежда для детей трех-четырехлетнего возраста. Для детей начальной школы. Вот таких вещей у нас, к сожалению, очень мало. В отличие от магазина, за вещи платить не нужно. Правда, есть и ограничения. Бесплатную лавку можно посещать только два раза в месяц. И брать не более пяти сезонных вещей, чтобы те же куртки и пуховики достались всем. Людмила Чепурных, Павел Михайловский, Сибонфромбюро. Это «Точнее» и мы продолжаем. Быть или не быть бани на Ленина. Тюменцы смогут высказать свое мнение уже в апреле. Городская дума планирует принять решение о проведении опроса. Сейчас готовятся соответствующие документы. Активисты уже собрали подписи против сноса бани у тех, кто за, есть аргумент. Здание, признанное в 2006 году выявленным объектом культурного наследия, не может быть включено в единый и реестр охраняемых объектов. Такое заключение в прошлом году сделала государственная историко-культурная экспертиза. Полностью было все обследовано. Они неоднократно сюда выезжали, работали, занимались. При анализе совокупности всех факторов было принято решение при анализе физического состояния и каких-то там всех специфических вещей. Механизм общественного опроса уже отработан на арт-паласе. Напомним, что данная инициатива принадлежит губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву. Ну а если говорить не о будущем, а о прошлом этого здания, оно не случайно такой формы. Подобное сооружение есть только в Санкт-Петербурге. Почему баня на Ленина круглая, расскажет Наталья Жукова. Фабрика гигиены. Под таким заголовком летом 1931 года вышла статья о новой бане на улице Ленина. Ее строительство началось за полтора года до этого. Часть документации сохранилась в госархиве Тюменской области. В частности, пояснительная записка технического руководителя Жерарда Вильяра о том, что постройка бани для рабочего населения города является вопросом насущным и неотложным. За основу сооружения взяли экспериментальный проект ленинградского архитектора Никольского в стиле конструктивизма. Ему трудно, конечно, тягаться по выразительности, по художественным достоинствам, с творениями того же Гропиуса, Гейдсбурга, Мельникова и так дальше. Но он тем и мил, что он единственный, и он у нас в городе. Действительно очень интересный объект. Так выглядит проект третьего этажа. Тогда, в 1931-м, Тюменцев также волновал вопрос, почему баня круглая. Газета «Красное знамя» ответила однозначно. Благодаря такой форме экономится тепло. Кроме того, лестницы устроены так, что чистый человек не встретится с грязным. А это решало главную проблему – опасность перенесения заразы и вшей. Недаром ее знающие люди делали, проектировали. В центре там топка, потом парная, потом помывочное или моечное отделение, и потом раздевалка. Постепенно становится прохладнее, прохладнее, прохладнее. Некоторые краеведы утверждают, при постройке бани использовались кирпичи от Благовещенской церкви. Иваненко не согласен. Церковь взорвали в 32-м, а фабрику Гиены открыли годом ранее – 1 сентября. В архивных документах есть рассекреченные сведения о том, что кирпичи собора пошли на постройку нового дома отдыха. А на баню шел другой материал. Теменцу баню любили и по другим соображениям. Для детей продавалась вкусная газировка, для мужчин – пиво. А женщины посещали парикмахерскую. Делали маникюр, педикюр и хорошие прически. Изначально рассчитывалось, что за час баня сможет принимать 245 человек. А желающие постирать свои вещи могли воспользоваться услугами местного прачечного комбината. Наталья Жукова, Сергей Мякишев, Роман Ченахов, Сибинформбюро. Не архитектурная, а печатная ценность вызвала небывалый интерес у жителей духовной столицы Сибири. Книга «Возвращение Тобольска» Валентина Распутина стоимостью 423 тысяч рублей появилась в центральной библиотеке города. Даже те, кто раньше ее не посещал, спешат посмотреть уникальное издание. Книга оформлена в традициях древних первопечатников. Чтобы она появилась, известный художник Нина Казымова создала 1500 афортов. В этом тексте Валентина Григорьевича Распутина, где сегодня компьютер легко считает, 2490 букв. Каждая буква нарисована. Зеркально перенесены были на медные листы, вот эти медные доски, с которых делались страницы этой книги. Ну а потом она еще и подписывала эту каждую афорту страницу и, говорит, исписала 16 ручек золотым стержнем. Тираж книги 50 экземпляров уже почти раскуплен коллекционерами и крупными библиотеками. В Тюмени тоже есть на что посмотреть. В музеях цветы и одеяла на сцене Александр Малинин. Афишу развлечений специально для вас подготовила Ирина Кистерева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экспозиция позволит соприкоснуться самым прекрасным мотивом в изобразительном искусстве. Вашему вниманию представят работы тюменских художников Юдина, Паромова, а также натюрморты Рогозина. На картинах воспета красота как скромных полевых цветов, так и пышных садовых. Тем, кто любит проводить выходные, закутавшись в теплое одеяло, придется по душе выставка лоскутных работ тюменской мастерицы Елены Шевелевой. Оказывается, из достатка ткани можно сделать много интересного и подарить вещам вторую жизнь. Накидки, коврики и другие чудеса хендмейда порадуют вас яркими расцветками. Работы, представленные на выставке, выполнены сибирскими мастерицами в 20 веке. В рамках экспозиции также предусмотрены мастер-классы по изготовлению игровых кукол. Клоун, дорожница и каркуша. Где в эту субботу будет по-настоящему жарко, так это в Тюменском драматическом театре. На его сцене разыграются настоящие итальянские страсти. Бродвейская комедия «Одолжите тенора» расскажет о гастролях капризной знаменитости. Титто Мирелли приезжает с концертом в американский городок Кливленд. Но, как положено звезде, он опаздывает, набивается и ссорится с женой. Неожиданно с миссией итальянского тенора придется справиться певцу-самоучке. А вот кому двойник точно не нужен, так это Александру Малинину. В это воскресенье он порадует тюменскую публику жаркими песнями о любви. Ой, да закружилась голова Народный артист России представит тюменцам свой последний альбом «Я объявляю вам любовь», вышедшей в 2010 году. Он полон лирики, искренних стихов и душевной музыки. На этом у меня все. И помните, чтобы выходные не промелькнули, как одно мгновение, проведите их по-весеннему ярко и интересно. Ирина Кистерева, Сергей Мякишев, Сибинформбюро. А подсластить выходные можно на другой выставке с новой порцией меда. К нам приехали пчеловоды из разных регионов. Они специально подобрали сорта для иммунитета. Карина Закирьянова оценила. Ирина Шлегель не пропускает ни одну выставку меда. Здесь и новые сорта можно попробовать и пополнить домашние запасы. Тем более, что цены приятные – от 150 рублей за килограмм. Мед едим много, семья большая. Два сына, сноха и внук. Поэтому в основном берем мед с маточным молочком. Любим вот такие, чтобы они были мягкие. Ну и полезные. Он как бы менее аллергичный. И для внука хорошо. Взрослым тоже полезно. Тем более сейчас, когда на дворе весна и многих витаминов не хватает. Например, 300 граммов перги на полгода избавят от простуды. В этот раз на выставку привезли новинку. Гемагенат или, проще говоря, мед с трутневым молочком. По содержанию белка это превосходит даже мясо и грибы. Очень хорошо усваивается организм. А витамина D в ней больше, чем в рыбьем жире. Поэтому улучшает кровообращение головного мозга, снижает холестерин. Ее даже рекомендуют при сахарном диабете. Такой мед, богатый кальцием, еще один хит выставки – конфитюр из ягод и фруктов. Натуральные ягоды, бланшированные в собственном соку и добавленные с яблочным пектином. Это натуральный загуститель, который можно даже применять при сахарном диабете людям. Конфитюр, он термоустойчивый. Его можно добавлять в пирожки, в любую выпечку, делать утренний тост. Очень вкусно. И совсем не вредно для фигуры. Тюменцев и гостей областной столицы ждут на выставке с 22 по 31 марта включительно. Карина Закирьянова, Евгений Доценко, Сибинформбюро. И на сегодня это все. Хороших вам новостей и удачных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова